Да-да-да, опять не про вечность, опять про повседневность. Мечтаю, дорогие зрители, что я всё-таки выскажусь на все повседневные темы, на которые хочется высказаться, и буду снимать исключительно на высокодуховные. Хотя, если честно, как показывает количество просмотров, вас, дорогие зрители, духовные темы интересуют сильно меньше, чем повседневные. Ну что ж, продолжим пока тогда о повседневных. Помните прошлое видео, где мы говорили о том, как раскольники захватили собор в Мельницком? Так вот, епископ той местности, митрополит Антоний, вроде Антоним его звать, который на видео ключи, так вот, легко передал раскольникам, был отправлен на покой. Я поначалу подумал, что его отправили на покой за то, что он так без боя отдал церкву Божию раскольникам самосвятам. Антоний, витам, ключи! Я ещё тогда пытался видео как-то его оправдать, что вот, мол, понял, что уже времена голгов, и вот уже ничего сделать нельзя. Хотя мне тогда тоже показалось, что это вот с моей стороны какая-то натяжка. Но на самом деле это правильно, стараться видеть в людях хорошее. Потому что плохое, ввиду нашей греховности, мы в окружающих очень хорошо замечаем. А хорошее надо стараться себя заставлять видеть. Даже порой, где его не так просто разглядеть. И поэтому то, что я в очередной раз обманулся, меня не сильно печалит. Опять-таки у меня нет достоверной информации. Я не присутствовал при всём этом. Но, насколько позволяют об этом судить СМИ, митрополит Антоний оказался не пастырем и отцом, а то, о чём в Евангелии сказано, что оно афедроном исходит. Кум докушал огурец и закончил санукою. Оказался наш отец не отцом, а слабым человеком. Почему? Ну, мы сейчас с вами поймём, посмотрев его интервью. Я вчера вечером хотел это видео снять, но хорошо, что подождал до утра, потому что вчера у меня эмоции прям кипели. Я хотел начать это видео словами «Не перевелись ещё Иуды на земле, матушки!» «Иуда повесился 2000 лет назад, но дело его живёт!» Потому что видео, то интервью, которое он дал телеканалу украинскому, это прям, это ах и ох. Но, проснувшись с утра, я понял, что, наверное, всё-таки не надо отступать от той традиции, попытаться найти что-то хорошее в этом человеке. Поэтому, ну, возможно, его ввели в заблуждение. Возможно, он действительно подумал, что его и подьякон прям такой сильный злодей, который действительно избил вискового, ну, то есть побил военного. Потому что, ну, возможно, украинская пресса это так и подавала. А дедушка не силён в интернетах, поэтому настоящую информацию не смог найти. Но на самом деле, вот то, что он говорит, это его не сильно оправдывает. Потому что говорит он аховые вещи. У своей резиденции поспехом збирают речи митрополит Хмельницкий и старокостянтиньевский Антоний. Это его священник побил військового. Ну, в общем, журналисты, как всегда, всё путают, не знаю, сознательно, несознательно. Говорят, что его священник побил военного, хотя не священник, а подьякон вывел этого военного, который хулиганил в храме, вывел из храма. Конечно, засуду. Я готов его убить сам. Что же я должен? Он подъявил нас всех. Мы же этого не хотели. Я не очень хорошо понимаю украинскую мову. И, может быть, кто-то в комментариях мне напишет, что я, может быть, что-то не так понял. Но дедушка, облачённый в сан митрополита, говорит, что готов убить своего и подьякона. Причём он говорит это в стране, где ведутся боевые действия. Он что, не понимает, что это, может быть, людьми воспринято, ну, как призыв к самосуду? Это, ну, это что в голове у человека? Я вот в шоке. Может быть, я просто не умею по-украински? И он что-то другое хотел сказать? Вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что, ну, то, что я услышал, это вызывает крайне недоумение. Дальше корреспондент нам говорит, что сей митрополит уже готов перейти в Роскольническую церковь. И камера показывает нам листовки с изображением вот этого и подьякона. Митрополит уже готовый перейти до украинской церкви. Но, каже, все его священники уничтожили. А что и подьякон сделал такого? Он вывел дебошира, который уронил Евангелие, который хулиганил в храме. Он вывел его из храма. А что и подьякон сделал в храме? Наверное, служба была. Слушайте, а не архиерейская ли служба была? И подьякона же не на архиерейской службе присутствует. А сейчас митрополит так говорит, как будто для него новость, что это все произошло. Притом, вот опять-таки, а как этому парню жить-то потом? Вот смотрите. Смотрите, он, скорее всего, украинец. Это его земля, это его страна. Он там вырос. И тут уже всюду расклеены листовки с его физиономией, что он, что там написано, раб кремлевский. И при том еще митрополит говорит, что он бы его убил. Вот как ему там оставаться, где он есть? Ему, получается, текать надо. Ну, какие еще варианты? Это подстава от твоего митрополита, у которого ты был и подьяконом. Это что такое? Ну, это жесть. Ну, и дальше слова самого митрополита, который корреспонденты истолковывает, как готовность его перейти к раскольникам. Опять-таки, я не знаю украинскую мову, что-то понимаю благодаря тому, что по-церковно-славянски немножко умею. Но, опять-таки, судя по тому, что его отправили на покой, корреспондент правильно истолковал его слова. Вы, кто разумеет мову, напишите, так ли он говорил митрополит вот в этих своих словах. Действительно готов к раскольникам-то перейти? Думали, залишиться в ПЦУ, попросить, чтобы как-то с ними... Я-то готов, я сам перейду, заберу свои речи. А они же мовчат пока. Они повдекали? Хотя, собственно, что, не в первой. Он уже уходил к раскольникам в 91-м и даже был там «рукоположен» в кавычках во епископы. Но в 92-м покаялся и был принят с покаянием в предыдущем чине, в котором уходил в чине архимандрита. Но, как мы видим, все равно в дальнейшем был «рукоположен» в епископы уже нормальной церкви. Ну, спорное, наверное, достаточно решение бывших раскольников воздвигать в епископы. Но, с другой стороны, человек мог совершить ошибку, потом покаялся. Мы видим, что и Петр совершил ошибку тоже. Отрекся от Христа трижды в сложной ситуации, но потом покаялся. Но Петр потом оплативал свой поступок всю жизнь. А тут что-то как-то нет. Побыл у раскольникова, потом пришел в нормальную церковь. А теперь такой «ну а что? А что опять к раскольникам не вернуться?» «Легко!» Если тоже сделать митрополитом. Я искренне надеюсь, что все-таки это я действительно не понимаю украинскую мову. И корреспондент все переврал. И митрополит хотел что-то другое сказать. А просто так вот вырезали и смонтировали. Но, судя по тому, что иерархия украинской церкви решила отправить его на покой. Получается, что корреспондент понял все правильно. Печально. Но, на самом деле, сложные времена, они обнажают натуру человеческую. Кто герой, кто не очень. Причем бывает такое, что человек смолодушествует. Вот как апостол Петр. А потом осознает, что он поступил неправильно. И сделает выводы, и больше так в жизни не поступит. И зачем я все вам это рассказываю? Все-таки большинство моих зрителей из России. Собственно, я и говорю поэтому по-русски. Собственно, я по-другому и не умею. Так вот, сейчас гонение на церковь на Украине. Но мы не знаем, что будет в будущем. Мы видим, в любой стране может все в одночасье поменяться. И церковь истинная будет подвергнута гонениям. Поэтому, возможно, когда-то будет и у нас. Кто его знает? Уже бывали в прошлом веке. Поэтому об этом всегда надо помнить. И церковь всегда об этом помнила. И поэтому надо понимать, что мы в критической ситуации можем себя вести не совсем так, как мы намечтали. Поэтому важно читать правильные книги. Важно правильно расставлять акценты. Кто есть герой, кто есть предатель. И тогда больше шансов, что когда ты сам попадешь в сложную ситуацию, ты не струсишь, ты не предашь. Ты поступишь правильно так, что тебе не будет потом перед Господом на страшном суде стыдно. В книге Иисуса Навина, пророку Божьему Иисусу Навину, Господь неоднократно говорит, будь смел и мужественен. И вот эта история из Нового Завета, где Господь накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, не считая женщин и детей. А почему женщин и детей не посчитали? Толкователи, например, Феофилак Болгарский, рассуждая над этим вопросом, говорят, что это потому, что христианин, независимый от пола и возраста, должен быть мужественным. Не должен быть инфантильным, как ребенок, не должен быть женственным, должен быть мужественным. И действительно, сейчас такое время, когда действительно христиане должны быть мужественными. Но это не значит, что мы специально должны лезть на рожон. Мы видим ситуации, где Господь тоже избегал опасности. Поэтому специально опасности искать не надо, надо их избегать. Но если ты попал в ситуацию, когда перед тобой стоит вопрос, предать, смолодушничать или поступить мужественно, надо поступать мужественно, помогая нам в этом Господь. А с вами был Иеромонах Александр Митрофанов. Подписывайтесь, и мы еще не раз увидимся. Всем пока, до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok